будут ли черенки спрашивать невзор да будут смотрите меня видно вот это предварительное заказы я еще никому не отказал я прикидываю будет так он заказал 20 разных черенков а я могу помещать 15-18 но чего-то нет вот потому что считанные люди выпишут у меня сувенир востока мне 1000 рублей за ветку сувенир востока пообещали обиделся сказал что я цену повышать не буду я кому-то пообещал конкретно вот потому что извините деревья на которых 40 50 веток можно свяжить а есть на которых 35 всего вот это вот уже если как это делается заказывать у меня каталог выбирайте все что даже можете писать чего нет каталоги потому что он приблизительный еще на кроме меня есть чернобаев я не стесняюсь брать чернобаева это как бы наш общий бизнес потому что из каждой вне сети сортов при участке 9 моих это значит что это я имею право я не тут нет не перекупщик где-то там у кого-то купил неизвестно у кого только у одного чека у чернобаева я значит это наш общий бизнес то есть он режет я продаю получаем оба деньги вот почему у него есть допустим лимонка второе место заняло по вкусу плодов а мне нет лимонки вот я много чего потерял после пожара понимаете у меня был свой этот опор талматинский и опор караука и мне даже фотографию стали а потом пожар и пепел а у него свое направление то брал бойковый а он перес через этого а у него по два раза крупнее чем был мой от бойковый от этого от гсу видите как а в сумме у нас получается прекрасная великолепная единственная в россии коллекция которая совместима а с уссурийским игрушками б с окультуренными сибириками окультуренными в китайскими сливами маньчжурскими априкосами даже с моего сервисом вы понимаете это единственная коллекция в россии потому что все что он там предложит вы еще не весь вебинар вы посмотрели там дальше тихий ужас чем торгуют другие ладно посмотрели так значит еще раз так будут насеченки опять спрашивает не взорок то раз будут пока еще здесь сколько здесь заказов 20-25 пока я беру принимаю практически все списочек и присылайте на литурнадус я копирую на бумагу откладываю ждем морожен по нему через две недели через месяц и тогда окончательно договаривались вот так что человеке буду теперь варьер кристиныч анна олеговна сколько времени нужно для просушки семян я был не горшек лучше быть можно было садить спасибо насчет садить нет просто для хранения я сушу два-три дня так ну чтобы каждая семечка не скопом лежали не мешали другу а вот так вот каждая семечка была отдельно два-три дня и они сухие теперь дальше перед этим вымачивание то есть не так отгнили освободили я всегда перегнившими работу помыли при этом замочили выкинули которые всплыли процентов 3 5 всплывает потом уже все после сушки у них уже всплывание уже гораздо лучше выражено и дальше два-три дня сушится в секретной банке с крышечкой и холодильник до предзимной посадки или до сертификации вот такой ответ так теперь сислава биткина скажите это свои спасибо это свои саженцы а почему я не понял что такое это свои саженцы а вот есть это свои саженцы а вот есть если мы с вами будем пересаживать привитые сливы их нужно укоротить я не поняла насчет уменьшения крови спасибо это свои саду если свои все хорошо выводил что если пересаживать обязательно брешь так алексей понял ходите все больше никто ничего не пишет мы будем прощаться вам всем нужны возможно последний раз потому что я уже испытал что такое лежать и считать дни и не знать что будет дальше смотреть потолок поэтому еще раз говорю моложе мы не становимся заказывайте семена сейчас пока у меня прекрасный выбор вот надо быть недолго недолго вот черенки будут черенками проще черенки резко сбавляет выращивание выращивание саженцев мне больше черенков достанется потому что ему работая под ручком в таком объеме уже наверное не привить хотя я его не завидую а жалею вот я жалею его как садовода это моя надежда была вот это мой ученик лучше это золотые руки и и горький конец науки он не нужен если его поставить взять сто двести триста кандидатов наук докторов наук каждому дать по гектару вот взять тысячу это считайте все действующие вот эти ну сейчас эти института те кто улучшит те кто учит особенно судья то волос то судья то учит каждому дать по гектару и сказать через пять лет предъявите полносящий сад или расстреляем ну допустим сталин мог так сделать учет значок живет покажите но накормите людей представляем зато закроется за это самое останешься одни к этому идет и у нас не будет импортных отравленных фруктов вообще никаких тогда не будет и вот тысячи человек с гектаров землей зарплаты за 5 лет должны вырастить сад так вот 1001 это сергей он бы выросил точно остальные не уверен скорее всего нет при той зверенной технологии нет вот это его уровень второй этот селена савилич лучше бы в паре вот идеальный случай но к сожалению нашей стране уникуму не нужны отравленные фрукты это все что есть и белорусы привезут при воле агротехнику привезут как-то было написано свои материалы и будет те же 40 обработок и те же искалеченные деревья только потому что я получил ответ из министерства сельского хозяйства белоруси я подарил лукашенко роскошную книгу он конечно не видел у меня поблагодарили сказали книга прекрасно и датчиком пригодится но у нас мы не можем пользоваться этими ваши технологии у нас регламент мы резали и будем резать а значит 40 обработок и это регламент они привезут там было так и написано они привезут приморье вот потому что приморье деградировало так что там не осталось ни одного специалиста а белорусы 15 лет назад посадили сад я про это рассказывал я хотел другое рассказать но не выдержу газете белоруссии мне прислали газету когда еще не было интернета а в ней была огромная статья там было написано был посажен огромный промышленный сад яблони вот было сказано сколько потрачено белорусских зайчиков вот я перевел взял курс перевел доллар и получилось 15 миллионов долларов догадывается это примерно как сейчас миллиард рублей неплохо потратить миллиард русских рублей посадить сад сад погиб это в правительственной газете советская белоруссия я проверял на сейчас советской белоруссии она и сейчас есть и это была статья в советской белоруссии а в конце статьи было оптимистическое заявление сейчас мы направим деньги на реконструкцию сада то есть восстановление вы поняли и вот эти люди которые загубили свои сады поедут белоруссии некоторые футболили все что я написал книги а это не положено у них регламент и поедут учить дальние восточников опять из-за бетонной столбы искалеченные деревья капельный полив и который от которого гниет все вот и 40 обработок мало нам отравленных продуктов в данном случае готовы покупать отравленные никогда мы датчики сравняемся мне же у меня балкон сейчас завален этими самыми я заканчиваю разговор сейчас я покажу как у меня завален балкон вот это вот пожалуйста вот это наш друг Чернобаев там еще покруче фотографию вот я хотел фотографию сделал не сделал со своего балкона это Чернобаев видите а я свой балкон сфотографировал не перенес еще сюда два раз покажу он у меня тоже завален фруктами ой нет еще не перенес но я к чему говорю мы-то как раз в фруктах не нуждаемся так а страна нуждается а кроме отравы вот эти белорусские ученые которые вот будут зарабатывать на том чтобы учить при море там ушли специалистов которые почему-то все забыли вот будут их учить там будут опять шпалеры там будут опять же тонны столбы от которых мерзнутые корни деревьев там будут гниющие деревья от капельного полива все 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 40 обработок искалеченных деревьев вот причем там где климат настолько раскачивается что никогда не каждый год не получится этого а между годами как же представляете урожая нет и год надо пережить как и вот я все это сразу объяснил чтобы сказать у нас с вами альтернативы нет друзья дачные дачные сады вот нам помогут когда-то говорили за границей нам поможет для нас при Беларуси за границей нам помогут только наши только наши самые наши эти самые уникумы жаль что большинство из нас уже в могиле посмотрите на вот это вот вы понимаете что это все свежее вот я сейчас хотел бы вам показать смотрите на этом мы закончим вид огромные значки все это вот все это вот и вот это вот лучше осень видеть все это вот учеба учеба и результат вот такой вот вы не смотрите все это вот чернового сада с чернобаева сада да вот это с моего сада вот это вот. Здравствуйте, уважаемые друзья сановоды. А вот это вот, художник Чернобаев. Здорово, да? А черенки, из которых выросли, вот эта прелесть, вот она. Это с моих черенков. Видели? А привито на абрикосы. Тут он ушел то ли назад, то ли вперед, я так и не понял. Представляете? Три дерева, на двух остались синими, нет, на одном остались синие, а на двух на абрикосовых деревьях стали розовые. Вот. Я ему клянусь, говорю, нет у меня розовых, ни одного дерева, ни одной веточки. Я тебе давал веточки синие. А у него на одном синие, на двух испортил. Вот. Вот мой балкон, смотрите. Ну, это сейчас, когда я уже раздал, наверное, добрую тонну. Каждый день раздаю, 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 раздаю. Вот это все. Учеба, 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 учеба. Учеба. Вот. А здесь как взять саженец, видите, искалечить его. Я боюсь эту женщину показывать. Если она узнает о себе правду, как те, у нее инфаркта хватит. Взять саженец, искалечить его. Пфу. Я уже не показываю, уже боюсь. Вот. Вот это не показываю. Взять маленькую безобидную ранку. Представляете? Это лечение. Ну, все. Я опять, меня понесло, друзья. Будем заканчивать. Вот. Будем заканчивать. Давайте так. Вот Надежда пишет. Ваше драгоценное время. Мне времени не жалко. Кто тот человек, да. Я надеюсь, что... Я останусь в памяти с человеком, который защищает деревья, а не количестве. Вот. Давайте, друзья, прощаться. В этом каталог семян. Так. Антон Валерьевич просьба прислать ссылку на этот же вебинар. Вот. Это будет 153. До свидания, друзья. До следующего понедельника. Приглашайте всех своих друзей. Я сейчас посмотрю. Вот я вижу ребрик. Вот. Вот. Старый волк. Из нас самый, этот самый, как его мы говорим, самый авторитетный. Вот. Есть те же. Обязательно попадается пара свежих фамилий, которых я не знаю. А вот это хорошо. Вот. До свидания, друзья. До следующего раза. До следующего понедельника. Я сегодня опять рассказал проценты 25 от того, что хотел. Да, много говорю. Но когда это для лярт в текст. Это будут книги не учебные. Нет. Это будут рассказы. Это будет длинная-длинная серия, которая так и называется. Записки зачарованного Сибирского садового 2. Записки зачарованного Сибирского садового 3. А без вас, как слушателей, как вот соучастников, вот. Я бы никогда бы этого не сделал. Когда нет живого общения, нет вдохновения. Тогда становится скучно. И мне, и тем, кто читает мои статьи. До свидания, друзья. До новых встреч. Жалко расставаться, но время пришло. Шахеризада прекращает изволенные речи. Но это не сказки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok